Гордость. Все грехи мерзки пред Богом, но мерзость не из тех гордость. Святой Антоний Великий. Людям гнусна нищета, а Богу гораздо более гнусны, душа высока, сердая и ум парящий. Исаксирин. Гордостью нашей мы соделываем Бога врагом нашим. Ава Исаия. Нет ничего противнее Богу, как гордость, потому что в ней скрывается обоготворение себя Филарет Московский. Возвышение путей наших, в наших собственных очах, есть уклонение от пути Божия, хотя бы на нем и находились. Один старец-пустынник сказал, «Лучше побеждение со смирением, нежели победа с гордостью». «Лучше быть смиренным грешником, нежели гордым праведником». «Лучше смиренно сознаваться во грехах, нежели горделиво хвалиться добродетелями». «Влаженный Августин». «И пред людьми мнение о своей добродетели есть ущерб существа добродетели, тем более пред Богом». «Бог любит смиренного грешника, который сердечно сокрушается о своих грехах и отвергает гордого праведника, который не признает себя никаким грешником». «Смиряющиеся грешники без добрых дел оправдываются, а праведники за гордость губят и многие труды свои». «Хотя бы кто бесчисленные добрые дела сотворил и всякую добродетель совершил, а сам о себе высокомудрствует, такой всех беднее и окаяннее». «Святой Златоуст». «Не возноси с делами своими, каковы бы они ни были, святой Антоний Великий». «Падая, воздыхай, а преуспевая, не надмивайся, Нил Синайский». «Если начнет овладевать тобою гордость, вспомни, как гибнут от ней все плоды добродетели, и она бежит от тебя». «Все пороки имеют свою силу, только в делах беззаконных, а гордости должно опасаться при самых добродетелях, блаженный Августин». «О, хитрость самолюбия! Мы можем гордиться даже смирением!» «Тот порог, которым впервые побежден человек, побеждается после всех, потому что, когда победили все грехи, остается та опасность, что, сознавая свое благосостояние, мы можем хвалиться собою, а не о Господе, блаженный Августин». «Гордость — это подводные камни, которые часто разбивались те, которые долго противились бурям, страстей и разным искушениям». «Златоуст». «Гордость есть мать пороков, от которой дьявол сделался дьяволом, не быв прежде таковым». «Гордость подобна высокому согнившему дереву, у которого ломки всесучья, а если кто-то зайдет на него, тотчас обрушится с высоты». «Ефрем Сирин. Не возносить высоко, чтобы не впасть глубоко в Григорий Богослов». «В нынешнем веке слышим притчу. Худой тот воин, который не желает быть военачальником». «Не Соломонова эта притча, не мудрость эта, но мудрование плотское и суетное. Истинная притча говорит. «Который делает себя высоким дом, тот сокрушится». Притча 17-16. «Еще. Нечис пред Богом всякий высокосердый». 16-5. «Сим согласно притче и того, который более Соломона. Всяк, возносящий себя, посрамится». Лука 18-14. «Унижен будет». «Стремление к возвышению есть вместе стремление к унижению. Кто сам себя ставит высоко, тот сам себе готовит падение. Благотворя себя, человек сам себя становится врагом. Адам захотел быть Богом, но потерял и то, что имел от Бога. «Возвышайся более жизнью, нежели мыслью». «Жизнь может сделать себя Богоподобным, а мысль доведет до великого падения». Святой Григорий Богослов. «Велика высота смиренно-мудрее, глубока пропасть высокоумия. И потому советую возлюбить первое, чтобы не впасть во второе». Ава Исидор. «Если гордящийся добрым делом все тем губит, то какого наказания стоит гордящийся грешник?» Такой человек не способен уже и раскаяться. Святой Златоуст. «Согрешить и думать о себе много хуже самого греха». Он же. «Будь удобно пренебрегаемым в величии твоем, а не великим в малости твоей». Исаак Сирианин. «Будь невеждаю в мудрости твоей, а не кажись мудрым, будучи невеждаю». Он же. «Гордые, но глупые люди, подобны пустым колоссям, которые поднимаются выше других имеющих семена. Гордый, но глупый богач, подобен поглощенной статуе, которая более ничего, как глыба глины или кусок дерева. Свет солнца не твой свет, и, конечно, ты не гордишься им. Не гордись и умом своим, если в нем свет, то это Божий дар, а если тьма, то нечем и гордиться». «Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроумием, понятливостью, искусством в чтении и произношении, быстротой разума и другими способностями, без труда нами полученными, тот никогда не получит выше естественных благ, ибо неверным малом и во многом неверен и тщеславен». Святой Иоанн Лествичник. «Отпадет от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым» Исаак Фириум. «Отчего, гордые фарисеи, будучи сопричислены Господом к разряду змеев, то есть отверженных духов, названы порождениями Ехидны» «Составляющие особенную породу змей. Ехидна есть малая, едва приметная змея, святая, но обнаруженная сильнейшим смертоносным ядом. Так и гордость, есть ни дух души, едва заметные, часто представляющиеся человеком глубочайшим смирением, часто признаваемые человеком из-за святости и бесстрастия, но убивающие душу, соделывающие ее неспособны никаким добродетелям. Ехидна слепа, слепая гордость. Омраченный ее не видит и не ведает Бога, лишен правильного воззрения на себя и на человечество. Если ты считаешь себя умным, то уже не умен. Гордость есть заказательство скудости ума, златоуст. Ничто не делает столько глупым, как высокоумие, он же. Тогда-то особенно открывается недальновидность разума человеческого, когда он возмечтает, что все зависит единственно от него, от его прозорности и дальновидности. Самое верное средство быть обманутым, считать себя хитрее других. Быть слишком недовольным собой слабость, быть слишком довольным собой глупость. Гордость есть огромная вывеска малой и низкой души. Смиренно-мудрея – знак величия души. Надменность – низости души. Низость и гордость – родные сестры. Самая мечтательность есть признак внутренней пустоты. Надменный и напыщенный, не уподобляется ли надутому пузырению или человеку, страждущему водяной болезнью и сильной опухолью? Не подобен ли он смешному дитяке, надувающему щеки? Гордость не может долго молчать, потому что он хочет казаться умным и блестать перед другими. Гордость ищет в себе почтение от тех, которых считает за ничто. Гордость тех, которые почитают его, считает за ничто. А честь, которую они ему воздают, дорого ценит златоуст. Кто хочет узнать по опыту вечное беспокойство, тому стоит только быть гордым, и он будет носить в себе настоящий ад. Мучительное стремление к прохладному чувству людского уважения, которого никогда не может достигнуть. Вы, которое почитаете несообразным с достоинством человека верить бытию ада, исследуйте вашу внутренность в такие часы, когда планы вашего высокомерия подобно водяным пузырям обращаются в ничто. И вы найдете самих себе ад, который отвергаете вне себя. Гораздо труднее быть мудрецом для других, нежели для самого себя. Во всяком деле, почитай себя скудным для того, чтобы учить, и во всю жизнь свою будешь оказываться мудрым. Исаак Сирин. Кто сам себя возвышает, тем пренебрегают, а кто сердечно перед силой унижает себя, того любит. Смиренного многие любят, а гордого и надменного ненавидят даже и те, которые одного с ним духа. Не меряй себя соженью, а других вершками. Считай себя какого человека превосходнее себя, святой Варсамофий Великий. Хотя ты не умен, но имеешь нужду в другом. Умная мысль, хоть чужая, всегда будет выше нелепости, которую ты изобрел сам. Говорю это людям, которые хотят найти все в себе и не желают занять ума у ближних. Не ставь великое, что кажешься лучше худых, но скорби, что превосходит тебя доброе. Святой Григорий Богослов. Многие почитают себя праведными по сравнению с явными злодеями. Но пусть сравняют себя со святыми Божьими человеками и тогда непременно увидят, что они суть бедные грешники. Не ставь себя выше других, чтобы ниже не стоять тебе перед Богом. Не будем превозноситься один перед другим, потому что земля всех нас уравнит и каждому даст одинаковую долю. Дмитрий Ростовский. Гору высокомерному, когда сойдет в Агреп, узнает, кто он. Нил Синайский. Землю носим, по земле ходим и землей будем. Блаженство имеет перед очами день и шествия и возненавидел гордость, прежде чем обреченная естественной наша ничтожность согнитеем во гробе Ефрем Синайский. «Можно ли чем-нибудь гордиться нам, когда у нас нет никакой собственности, кроме греха и слабостей? Наше достоинство не иного, чего достойно, как временной и вечной казни. кто все мы, как не нищие? Что у нас свое? Ничего, кроме греха. Хвалился некто в апокалипсисе, богат, ни в чем не имея нужду, недостатка. Ему бы рассказывать, не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп и наг. Какой он смирительный урок для нашей гордости. Не гордись, человек, будучи пыль и прах. Что отъемлюшь ты вежды свои, кое-что спустя немного возьмет пление. Не возносись выше облаков и знаешь, что ты земля и пепел, а с земли взяты в землю скоро отойдешь. Велик ты, честен и чист, пока помогает тебе Бог. Богом создан ты, Богом и держишься. Не отрицай же благодеяния и не забывай благодетели. Пусть ты исполнил добродетельно, это потому, что Тот помог тебе. Что тебе хвалить себя, когда надо прославлять Бога? Бойся и бегай не только гордости, но и всего, что ведет к ней, и особенно тщеславие, как порока предшествующего гордости на лестнице нравственного падения. Блистание молнии предуказует громовой удар, а о гордости возвещает появление тщеславия. Нил Синайский. Начало гордости, конец тщеславия. Ян Листочник. Кого не уловила тщеславия, тот не впадет в безумную гордость, враждующую на Бога. Он же. Тридцать один. Зависть. Зависть есть печаль и благополучие ближнего, Василий Великий. Отчего этот человек не весел? Спросили одного мудреца, указывая на завистливого, который всегда ходил с пасмурным и плачевным лицом. Оттого отвечал опытный знаток природы человеческой, что либо ему приключилось какое несчастье, либо ближнему посчастливилось. Завистник почитает чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием. Златоуст. Не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего. Что может быть глуснее сего он же? Демон подобному демону не завидует, но человеку, а человек человеку подобный подобному завидует. Так-то сатана ядом своим заразил сердце наше, Тихон Задонский. Без завидует людям, а отнюдь не другому бесу. А ты, человек, завидует человеку, восстаешь против единопременного и однородного тебе, чего не делает и бес. Какое же тебе будет прощение, какое оправдание, златоуст? Многие из нас плачут с плачущими, но не радуются с радующимися. Блажен тот, кто так нравственным отношением воспитал себя, что может радоваться за благополучие и счастье других, хотя бы сам ничего от этого не получал. Завистлива немало ни разницы с человеком, который ничем не покрыт и с которого все мечут стрелы святой Василий Великий. Завистлив скорбит при взгляде на высших, не видя себя равным им, томится при виде равных себе, желая преимущества перед ними, грустит призорно низших, опасая, чтобы они не сравнялись с ним или даже не превзошли его. Зависть не позволяет наслаждаться тем, что имеет, потому что терзается желанием того, чего не достает. Завистлив считает своими врагами и тех, которые его ничем не обидели. Зависть есть самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делает несколько кроткими благотворения. Но завистлив еще более раздражается оказанным ему добром. он более оскорбляется с силой благодеяния, чем чувствует благодарность за благодеяние Василий Великий. Завистливы и хуже зверей, ибо эти нападают на нас только тогда, когда или нуждаются в пище, или прежде бывают раздражены нами, а те быв и облагодетельств поступают часто с благодетелями как с врагами. Святой Златоуст Псы, если их корни делаются кроткими, львы, когда на них ходят, становятся ручными, а завистливые еще более свирепеют, когда оказывают им услуги. Святой Григорий Богослов Не заботясь о своих недостатках, завистливый мучится совершенствами других. Зависть не может терпеть, чтобы хвалили другого за добрые дела, посему зависть и злохуление неразличны между собою. Завистливый, если не может уже превратить добродетеля ближнего в сторонки, то приписывает им худую побуждение. Как многие насекомые минуя здоровое, устремляются на гнилое. Так независтливый человек, не обращая внимания на добрые качества лица, на светлые стороны его жизни, не изыскивает в нем одни слабости, недостатки, и к ним прирожается как жалом языком своим. Чувство зависти грешно, потому что противно любви к ближнему, и бесполезно, потому что зависть не доставит нам того, чему завидуем, а только мучит нас. Но оно и не нужно, потому что Бог, премудрый и всеблагий, конечно, не поставил нас в такое положение, чтобы мы по справедливости могли завидовать другим людям, как бы обиженные провидением. Зависть к благу ближних поставляет нас во враждебное отношение к Богу, которое на суды и распоряжения мы позволяем себе судить и, может быть, осуждать. Зависть страсть несправедливая, потому что разнущает покой всех добрых, и справедливая, потому что сушит питающих ее Григорий Беслов. Зависть вредит самому себе прежде, нежели тому, кому завидует Златоуст. Зависть и выжелая погубить другого, погубляет самого себя. Зависть подобна моле, снедающей ту одежду, в которой родится, и она снедает то сердце, в котором рождается. Так обихидных говорят, что они рождаются, прогрызая рождающую их утробу, так и зависть обыкновенно пожирает душу, которая ею мучится, Василий Великий. Как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой живет она. Не так моле черсть снедает дерево и волну шерсть, как горячка зависти снедает самые кости завистников и отравляет здравие души их. Златоуст. Если зависть есть скорбь, то у зависти у нас только скорби и страданий, сколько у других различных благ и совершенств. Это болезнь, есть начало вечных скорбей, залог бесконечных страданий. Дьявол мучается такой мукою мукою и завистливой на земле могут ощущать и понимать, что такое мучения адские. Если мы боимся демона и ада, то столько мы же должны бояться и зависти, ибо она есть домашний демон, могущий привлечь в сердце завистника легион действительных духов злобы. Есть адское мучение, прежде страшного суда Божия воспламеняющая огонь гиенский в душе грешника. Кто обрел зависть, тот обрел с ней дьявола Исаак Сириум. Зависть есть в корне убийства Златоуст. Если любящий любящего его не имеет никакого преимущества перед мытарем, то где станет ненавидящий ничем не обидивший его, завидующий святой Златоуст. Завистливо никак не годится для неба, потому что там также существуют различия. Он не радовался бы, а отравлял еще блаженство других. Мы можем избежать зависти, если из человеческого не будем почитать великим и чрезвычайным ни того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного здоровья, но будем стремиться к приобретению благ вечных и истинных. Святой Василий Великий. Когда видишь богатство или славу или мирское владычество, размысли о том, что в них есть тленного, избежишь приманки, Нил Синайский, если станет мучить тебя зависть по мысли, что все мы члены Христовы, и что как честь, так и бесчестье у всех нас общее, и избавишься от ней. Зависть есть дочь гордости, умерти мать и дочь ее погибнет. Блаженный Августин. 32. Осуждение. Люди медлительные судьи своих дел, но скоро истязатели дел чужих. переводи богослов. Обвинять друг друга мы всегда готовы, а исправлять то, в чем сами виновны и подлежим обвинению, но это мы всегда медленно. Зависть. Как часто людские осуждения бывают похожи на то, как если бы хозяин дома, не потрудившись, очистить свой двор от грязи, стал укорять людей, входящих к нему с грязью. Мы желаем, чтобы другие были совершенны, а своих недостатков не исправляем Фома Кимпийский. Мы более склонны примечать незначительные недостатки в ближних, чем сознавать больше недостатки собственные. О, как склонны наслаждать действия ближнего, прежде чем исследуем их. Это, конечно, от того, что мы сами в свои дела всегда более или менее привносим нечистые побуждения и цели. Душа чистая нелегко верит возможности дел неправедных. Кто не расположен злу, тот не способен их подозрению. Криори богослов. Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не только криво, но и прямоходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит. У кого сердце чисто, то всех людей почитают чистыми, но у кого сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым, но думает, что все ему подобны. Ава Исаия. И добродетели и пороки делает ум слепым. При первых не видит он пороков у ближнего, при вторых не видит добродетелей. Злой и порочный человек предполагает всех людей такими, каков он сам. Это весьма естественно, как естественно, что страдающие болезни, так называемые желтухой, видят все вещи окрашенными желтым светом. Бросьте какую угодно вещь в сосуд вонючий. Эта вещь также будет издавать худший запах. Точно тоже бывает поступками другого в душе дурного человека. Он думает, что на свете вовсе нет добрых людей. Вор считает и других ворами. Лицемер не допускает, чтобы люди искренне благочестивые были. Раб плоти не хочет верить, чтобы можно было сохранять непорочность души и тела. Тиларет архиепископ Черниговский. Если бы у нас не было недостатков, то у нас не было бы такого удовольствия замечать их у других. Не старайся дознавать чужие дела, и в тебе много найдется того же, в чем подозревает другого Нил Синайский. Будем внимательны к себе и не станем осмеивать других, потому что и в нас самих много такого же, за что смеемся над другими. Он же. Слепой не дерзает смеяться над хромым. Суди Чем строже и беспристрастнее кто судит о собственных своих делах, тем снисходительнее и вместе вернее бывает суд его о делах братских. Чем далек тот худых дел, тем искреннее сожалеет о худых людях. Истинные рабы Христовы знают по опыту, как трудно бороться с страстями и как при всем желании не делать худого, легко допускается худое. потому они снисходительнее к другому и строги только к себе. Ничто так не обнаруживает нашей душевной нечистоты и вместе ничто так не свидетельствует о нашем неведении своего душевного состояния, как осуждение нами ближних своих. Привычка осуждать ближних есть дело души и вовсе не озабоченный собственным своим спасением и совсем незнакомый с собой. человек осуждающий других походит на зеркало, которое в себе всех отображает, а себя не видит. Кто на свои собственные грехи не обращает внимания, тот любит разведывать о чужих грехах. Брат спросил Аву стратегия, по какой причине я осуждаю братьев? Старис отвечал, потому что ты еще не познал себя самого, видящий себя не видит недостатков брата. От чего мы осуждаем ближних своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому нет, не замечает другим? Кто чувствует тяжесть своих грехов, тот не смотрит на грехи ближнего своего. Кто непрестанно помышляет о грехах своих, тот не имеет языка, чтобы говорить о делах какого-либо другого человека. Помня собственные грехи, о чужих мы никогда и не подумаем. Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на грехи ближнего. Безумно оставить своего мертвеца и идти плакать над мертвецом ближнего. Ава Моисей. Если бы занимались своей душой, если бы узнавали свои грехи, свои душевные болезни, свою нищету, то не взошло бы на ум узнавать о соседе. Когда свой дом горит, спешат спасти в нем, что можно, если нельзя спасти всего. Не время хлопотать о соседе. Осуждай себя и перестанешь осуждать других. Постоянно устремляй взоры твои на грехи твои и не будешь осуждать других. Довольны для тебя и своих злых дел, чтобы не смотреть на грехи другого. Знай себя и будет с тебя. При виде согрешающего брата отнюдь не осуждай его, а говори себе, я сам не безгрешен, какое же имею право судить другого? Не осуждай другого, но старайся самого себя исправить, дабы ты сам не был достоин осуждения, святой златоуст. удержимся от произнесения суда на других, осудим наши погрешности и грехи. Осуждая порочных людей, мы сами себя осуждаем, потому что и мы не свободны от грехов. Будем бояться, чтобы не быть нам некогда облеченными от собственных своих слов. Осуждающий другого налагает печать на свои злые дела. Когда мы покроем согрешение брата своего, и Бог покроет наше согрешение, а когда мы обнаружим грехи брата, и Бог объявит наши грехи, Авапимен. Вот один из самых кратких путей, ведущих к получению прощения грехов, говорит святой Иоанн Вестивичник, а именно, не осуждать. Если не судите, то и вас не будут судить. Лука 6, 37. Вот путь спасения, без поста, без бдения и труда, подтверждая святой Анастасий Синаид. Он рассказывает, как очевидец события, что один брат неродивой жизни, при смерти своей, видел, как ангелы за одну добродетель его, за то, что он никого не осуждал, раздрали рукописание всех его беззаконий, и исполни души его небесным весельем при исходе. Четим менее 30 ноября. Воззохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе с тем воздохнуть о себе, потому что все повинны во грехах и подлежим наказанию. Нил Синаидский. Кто верует, что он пришествие из тела должен предстать на суд Божий, тот ни в каком случае не будет осуждать ближнего, потому что сам должен дать отчет Богу во всех делах своих. Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые дела, ибо не за первое будешь судим, но за себя непременно дашь ответ. Хотя бы ты чист был от грехов, и тогда не осуждая ближнего за грехи, чтобы через самое осуждение не впасть в грех. Не суди другого за грех, но избавь себя самого от греха осуждения. Не осуждай блудника, хотя ты целомудрен, потому что и сам ты, как он, преступник закона, преступишь закон, если осудишь его, ибо сказавший не прелюбодействуй, сказал та же и не суди. Хотя ты и праведен, и то не должен осуждать грешника, потому что если произведшая прошедшая жизнь твоя не укажет тебе подобных же грехов, которые сейчас находишь в ближнем, и за который хотел бы осудить его, то ты за последующую твою жизнь не можешь поручиться, что не согрешишь. Когда в каком грехе не находишься, то может быть уже был, когда не был, то можешь быть, можешь еще более согрешить, нежели ближний твой, которого судишь за грех, Тихон Задонский. Нет греха, сделанного человеком, которого бы и всякий другой не могут сделать. Все тем же случаем подлежим. Ближний твой сегодня, а ты завтра можешь тоже сделать, если не делом, то словом или мыслью. Что одному приключилось, то может приключиться и другому. Ава Агафон, когда видел какое-нибудь дело, и помысл побуждал его к осуждению, говорил самому себе, Агафон, не сделай сам того же, и помысл его успокаивался. Осуждающий ближнего, как не имеющий в себе должного чувства смирения и бдительности над собой, всего скорее сам может впасть в те грехи, за которые других осуждает. Кто всегда обращает взор на свои недостатки, тот всегда находит других лучшими себя, и такой только стоит на пути неподательном. Не мысль ни о ком зла, иначе сам сделаешься злым. Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они. Исаак Сирин. Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но чаще молись, чтобы самому не впасть в искушение. Сирин. Когда что худое в ближнем твое увидишь или услышишь, то запечатлей уста твоим молчанием, а о нем воздохни ко Господу, да исправить его, и о себе молись, чтобы в такой же порог не впасть, потому что всякому падениям подлежим, как немощные, святой Тихон задонки. Отнюдь не осуждай никого, хотя бы кто и в глазах твоих согрешил что если благодать тебя оставит, то можешь всех призойти своими грехами. Всякий падает, когда Бог его не укрепит. Без помощи Божией стать не можем. Когда увидишь ближнего твоего погрешающим, обратись к Богу и скажи ему с признательностью, как блаженный Августин, ах, Господи, ежели бы ты попустил, я бы еще хуже его поступил. Осуждать никого не следует, как по слову Писания судись, да не судим и будете. Так и потому, что нам должно признавать самих себя грешными более всех, а равно и потому, что согрешение брата мы должны считать за свое собственное и ненавидеть лишь дьявола, прельстившего его. Когда бы кто столкнул другого в яму, то мы порицаем не его, но того, кто столкнул его. Точно так и здесь. Если увидишь очами своим брата согрешающего и помысл скажет тебе, осуди его, удали сей помысл и скажи ему, анафема тебе, сатана, ты виноват, а брат мой что сделал? И утверди сердце свое не остудить брата, иначе отступит от тебя милость Божия. Сколь тяжел грех осуждения, это видно из следующего примера. однажды святой Иоанн Саватийский, сидя в теле и произвес одно слово, ох, горе ему, брату, о котором носилась худая молва, за что лишь он был покровен благодати Божией, для возвращения которой семь лет трудился и плакал. Судить это бесстыдное похищение Божия достоинства, святой Иоанн Листочник. Нет ничего тяжелее, нет ничего хуже осуждения, Ава Дорофей. Язык осуждающего злее ада, ад возьмет только злых, а он пожирает и злых, и добрых. В язвительных устах клеветника мужество длижьего делается дерзостью, благоразумие трусостью, кротость слабостью, твердость жестокостью, откровенность нескромностью, осторожность притворством, достоинство высокомериям, скромность низостью, березливость скупостью, великодушие расточительностью. Грабитель отнимает у других имущество. Дело черной души. Более ли красивы, более ли человечные дела клеветы, которые отнимают у другого доброе имя, а иногда и счастье всей жизни? Тяжек грех осуждения ближних, и особенно высшая степень этого греха клевета на ближнего. Но не всего ли чаще мы впадаем в этот грех? Долг любви христианской требует, чтобы мы действительный очевидный грел ближнего старались скрывать или извинять? А с нами не случается ли, что в своих пересудах о словах и поступках других мы иногда для красного слота прибавляем то, чего и не было на самом деле? или простому слову поступку отыскиваем и находим преступные причины? Если в чем всего чаще погрешаем мы, то суждение о других людях. Мы все знаем и говорим, что человек бывает часто не похож на себя, что мысли, ум, характер и все способности души нашей чувствуют влияние обстоятельств, которые от нас не зависят. А как мы судим о людях? По одному делу, по одному дню. Хотя бы ты своими очами увидел согрешающего и тогда не осуждай, потому что часто и они обманываются, святой Иоанн Лествичник. Душа брата, храм закрытый для меня, пусть вижу я дела брата, но вижу ли расположение души его? А расположение очень много значит в деле. они изменяют характер поступка. Случается, что человек делает дело, которое видящим он и окажется неприличным, но оно совершается по благому намерении делающего. Ты часто, не зная, злословишь и жестоко осуждаешь человека, который ближе тебя ко спасению. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. А Водорофей, не укоряй никого, но говори, Бог знает каждого. А вам Моисей? Берегись осуждать кого-либо прежде, нежели сам Бог осудит его. Суда Божия еще не было. Так не суди прежде времени ни одного человека. Грешник может исправиться, худой сделаться добрым. Не отчаивайся ни в чьем спасении, доколе человек имеет еще время принести покаяние. И из великого грешника может быть великий святой. Лука 19.9 1 Тимофей 1.15 Не должно отчаиваться о злых, а должно молиться за них прилежнее, чтобы они сделались добрыми. Число святых умножается всегда от числа грешных, блаженный Августин. Не будем осуждать никого прежде времени. Те, которые нам кажутся самыми далекими от царствия Божия и которых мы, может, презираем за это, могут сделаться святыми и стать некогда нашим осуждением. Не осуждай грешника, сколько бы ни были велики грехи его, потому что если он почувствует тяжесть своих преступлений и обратиться к Богу, то может возлюбить Бога более, нежели тот, кто не имеет тяжких грехов. Если всегда будешь помнить, что Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц, но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена. Святой Иоанн Вестичник Прежде кончины никого не ублажай, прежде смерти ни в ком не отчаивайся. Не должны забывать изречения одного мудреца Никогда не говори худо об отсутствующих. Об отсутствующем братье не должно ничего говорить, с намерением очернить. Это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо Святой Василий Великий. И явных грехов оглашать не должно. Строгий суд о ближнем показывает не доброжелательство, а ненависть к человеку. Любовь к ближнему свидетельствуется не осуждением ближнего. Даже в шутку только сказанное худое об ближнем не с действительным намерением сделать ему зло этим может сильно вредить его чести. Рана от ножа нанесенная играющим не менее больна, как нанесенная ворогом открытым. Подобно сему и честь ближнего, которым распространяется худая слава вследствие чего-либо лживого суждения, сказанного в шутке, не меньше страдает, как от злонамеренной клеветы. Истинная любовь к ближним не только не обнаруживает недостатков ближнего своего, но напротив, сколько возможно, старается вскрыть их под своим покровом отзоров людей всех. Подвершиваяся падению, хорошо поднять на ноги, а не осмеять и прям силен. Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего, ибо последнее сделай злоречивого, а первое желающего исправить нюс и нафига. Иное дело осуждать ближнего с неприязненным расположением, и иное разумлять его с любовью, делай последнее, избегая первого. Кто опечаливает другого к покаянию, тот не делает ему вреда. 2 Коринстам 7.9 Святой Златоуст «Согрешающему другу напомни о судии, ты этим принесешь пользу ему и вместе себе, потому что это врачество совета, как общее, приводное ему и тебе». Нил Синайский «Не спеши обличать своего ближнего, но ищи приличного для того времени». Друг обличающий тайно мудрый врач, а врачующий перед глазами многих есть ругатель. Святой Исаак Сирин «Будем убегать злословие греха столь великого и к несчастью столь общего между нами. Не будем останавливаться подобно докучливым мухам на ранах чужих, будем лучше подражать разумной пчеле, которая всегда садится на цветах ». злословие «Подобно все нам будем высасывать мед со всех цветов, то есть видеть и находить прекрасные свойства во всем, во всяком нашем ближнем и возбуждать в себе желание подражать им». «Если хочешь испытывать дела других, то рассматривай добрые дела их, а не злые». «Будем замечать другие добродетели, а в себе находить грехи. Никогда не говори о других того, чего не хочешь слышать о себе самом. Ты говоришь худо о других, стало быть, ты не боишься, что они станут худо говорить о тебе, ибо ты сам подаешь к тому повод. Ты говоришь худо о других, замечая в них малые пороки, стало быть, не боишься, что они станут говорить о больших твоих пороках. Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о других». Григорий Богослов. «Мы себя бесчестим, когда терним честь других». «Кто увеличивает согрешение своих ближних, тот сам весьма мал в очах Божиих». «Кто посмевает согрешение своих ближних, кто увеличивает согрешение своих ближних, тот сам весьма мал в очах Божиих. Кто посмевается над произведением, тот посмевается над самим художником, ругающийся человеку раздражается творившего его». Притя 17.5. «Обратим язык наших благословению, будем каждый день разбирать собственную жизнь и предоставим судить о жизни других томов, кто в точности знает тайное». Златоуст «Если помысл понуждает тебя сказать что-либо худое о брате твоем, подумай, сколько это вредно для души и противно Богу». «И успокоишься, Ава Исаия». Злоречивая душа имеет трезубчатый язык, она вредит самой себе и слушающему, а иногда и тому, кого злословит. «Осуждая близнего, ты сделал худшим и того, кто тебя слышал. Если это грешник, то делается беспечным, нашедший себе сообщника в грехе, а если праведник, то впадает в гордость и надмивается из-за чужого греха, получая повод высоко думать о себе». Златоуст «Змей знал Еву израя клеветою, посему злословище ближе подобен змею. Он губит душу того, кто слушает его, не спасет и своей». Поставь правилом совести никогда не говорить худо ни о ком. Если ты не можешь другим воспрепятствовать злословие, то по крайней мере покажи им своим молчанием, что ты не принимаешь никакого участия в их злословии, не только поносить ближнего, но и слушать поносителей его не должно. Между клеветником и теми, которые с удовольствием слушают его, такое же отношение, какое между преступником и его сообщниками. «Тот, кто говорит клевету и тот, кто ее слушает, оба имеют дьявола. Один на языке, а другой в ушах». «Услышав слово, порицающее и осуждающее ближнего, остерегись, чтобы через слух не принять участие в греке чужого языка. Не приложай сердце твоего к словам, которые вреднее для осуждающего, нежели для осуждаемого. Всегда при речах осуждающих держите правила не верить». Один старец, когда к нему пришел кто-то и начал худо говорить о другом, спросил его, «Откуда знаешь о том?» подсказал, «Один добрый человек рассказывал». «Ну, нет, не добрый», отвечал ему старец, «Если бы был добрый, не старый худо говорить о другом». Сам Бог, услышав вопль садамлян, не поверил, пока не узрел очами своими. Так и мы не всегда должны верить словам против ближнего. Ава Пимин. «Если не раздражи его еще более и не скажи, да, это так, но или помолчи, или скажи ему, я сам грешен и не могу судить другого». И тем спасешь и себя, и его. Когда начинает кто при тебе пересуживать брата своего, потут лицо свое, как скоро сделаешь это и перед Богом и перед Ним окажешься осторожным. Так Сирин. Если ты не в состоянии загородить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись ступать с ним в общение. «Берегись кривитника, как убережешься человека, зараженного моровой язвой, чтобы и самому от него не заразиться и не погибнуть». Тихон Задонский. «Кто бегает языка, который злословит ближнего, тот и сам избежит порока злословия». Нил Синальский. «Если будешь хранить слух, то не согрешишь языком. Не соглашайся с клеветником, не забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего». «Грех мы должны ненавидеть, но грешников убить. Бойтесь кого-либо осуждать, даже в сердце своем, а не только открыто». Тридцать три. «Лесть и лицемерие». «Не отчего так скоро и легко нельзя получить себе вреда, как от лести». «Нет более жестокого искушения, как попасть на льстилого человека». «Льстилый человек страшнее всякого зверя. Зверь, каков есть, таким себя и показывает. А этот часто под видом смирения, добродетели, скрывает свой яд. Так, что весьма трудно узнать и уберечься его коварства». «Он же». «Кто льстит тебе, тот опаснее того, кто в явной вражде с тобою». «Льстилый на языке мед, а в сердце желчь носит». «Словом мир обещает, а делом меч готовит». Тихон Задонский «Льстилый человек это Иоав, обнимающая Мессая в намерении убить его». Второе царство 29. «Это Иуда, лапзанием, предающий сына человеческого». Лука 22, 47. «Ласкатели хвалят в нас даже те самые пороки, которые мы сами в себе не одобряем». Григорий двое слов. «Хвалить кого-либо в лицо остерегайся даже и искренне, потому что человек смиренный всего не любит, а гордо становится оттого еще надменнее». Есть в мире нечто, чего нельзя назвать лестью, но что походит на нее, это учтивость. Не будь сам низкопоклонным и не допуская других унижаться перед тобой и льстить тебе. Первое есть свойство человека хитрого и коварного, а последнее тщеславного и гордого. Амбросий Медиаланский. Когда льститцы начнут хвалить нас, приведем на память все свои беззакония и по ним поверим обманчивый голос лести. Тогда красивая личина, которая хотят другие прикрыть нас, не пристанет к лицу нашему обезображенному. Изнанка некоторых наших добродетелей отвратительнее многих пороков. Случается, что иное смиряется для славы. Иной имеет на устах слово мутаря, но в нем мысли и сердце фарисея. Многие на словах последуют Богу, а нравами бегут от Него. Иной все человечество готово обнять, как брата. Это на словах-то. А на деле и брата не обнимет. Заметьте, что бесчестный человек беспрестанно говорит о честности. Не доверяйтесь тому, кто слишком расхваливает честность и щедрость. И не ищите защиту того, кто неумеренно и повсюду толкует о храбрости. Лицемеры обыкновенно порицают других то, что сами делают, и притом гораздо чаще. Лука 13.15.3.2.1 У лицемеров, как у пчел, на устах мед, а во рту жало. Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба. Болезненно, когда делается зло. Еще болезненнее, когда из добра выделывает зло. Ненависть или зависть под покровом благочестия, горькая вода в золотых сосудах. Лучше, будучи хорошим, во мнении других оставаться худым, нежели, будучи худым, иметь славу доброго и быть для людей обманчивым гробом, который внутри полон зловония от гниющих мертвецов, а снаружи блистает белизной и приятными для взора красками. Святой Григорий Богослов. И между нами, человеком не столько ненавистен тот, кто не оказывает нам любви или уважения, сколько тот, кто показывает вид любви ненавидимому или вид уважения презираемому. Как же должен быть перед сердцеведцем Богом отвратителен тот, кто пред благочестием и святостью являет наружное знамение благоговения, которое сердце его не знает, человек. Да не будет одно на устах наших, а другое в сердце. Бог поругаем не бывает. Одинаково видит он и тайное и явное. «Приучай язык говорить то, что у тебя на сердце, Авапимен. Испытывай себя, то ли ты говоришь, что имеешь на уме, и, нося в устах мед, не держишь ли иногда в сердце яда и желчи. Это род явного обмана, когда всем иное делают, нежели что говорят и обещают устами. Нет обмана отвратительнее и гнуснее, как тот, который скрывает злобу. И ложь под личиной откровенности и становится под защиту религии. Не будь двоязычен, то есть иначе расположен на словах, а иначе в совести. Ибо таковое по Писанию подлежит проклятию. Сераха 28.15 Кто имеет одно в сердце, а другое на языке, по лукавству, того молитвы и подвиги суетны. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку. Так и лицемерие истребляет всю сущность добродетели. Действуй всегда так, чтобы причина твоих действий могла служить общим правилом всему человеческому роду. Кант «Не старайся казаться правдивым, но будь таков, ибо известно, что тот не имеет правоты, кто хочет казаться правдивым. Должно быть, а не казаться. Носи на себе образ добродетели, но не для того, чтобы обмануть видящих тебя, а чтобы принести им пользу», святой Нил Синаевский. «Ты должен быть непременно таким, каким казаться желаешь, если желаешь себе добра. Мы более выиграли бы, являясь такими, каковы мы на самом деле, нежели высказывая то, чего в нас нет. С лицемерами нередко случается то, что и с кротами, которые считают себя безопасными в своих норах, но рано или поздно выходят и бывают открыты. И лицемеры сколько не прикрывают себя личиной правды, но впоследствии открывается их низкая душа. Ничего нет тайного, что впоследствии бы не открылось. Лука 8, 17. Конец первой части. Светник духовный. Часть вторая. Первая. Государь и государство. Сила государства в верности Богу, сила государства в верности и преданности своему государю. Служа верно царю земному, мы служим царю небесному. Народ, чтущий царя, благоугождает через сие Богу, потому что царь есть устроение Божие. Пирамида составляет множество камней, один на другой положенных, и каждый из них необходим для полноты целого. Это изображение общества. Но чем выше, тем меньше число камней. На самой вершине их, наконец, один. Основание гражданских обществ неизменно можете вниз, низ поставить наверху, но будет всегда низ и вверх, воля и неволе, богатство и бедность, удовольствие и страдания, карамзин. Если государство при известном образе правления созрело, укрепилось, обогатилось, распространилось и благоденствует, не троньте этого правления. Видно, оно сродно, прилично государству и введение в нем другого было бы ему гибельно и вредно, он же. Усердно благодари Бога и молись ему за того, через которого он сохраняет безопасность твоей жизни, твоего дома, твоих детей, твоего имения и правой веры отцов твоих. Блаженна на земле отчизна, которая доставляет своим гражданам средство достигать Отечества Небесного. Благо царю и народу, царству и дому, родоначальнику и роду, которая благонадежную будущность упрощивает себе Богом и благочестием. Единение царя и народа в истинной вере есть животворный источник их государственного единства и силы. Только союзные с царством Божиим царства земные могут быть тверды и истинно благополучны. Истинное благоденствие народам заключается в удалении от страстей. Страсти же могут сдерживаться только верою, благочестием и твердостью. И самое величайшее умы, увлекаемое страстями, чаще бывает врагами народов, нежели благодетелями. Бывают у государств враги опаснее внешних неприятелей это разврат и пороки, ведущие глухую и медленную на живую и всегдашнюю войну против добрых нравов. И эта война тем страшнее и губительнее, что без соединенных усилий каждого честного человека ее не избежать, не прекратить невозможно. Лучшее средство к исправлению общества есть исправление самого себя каждым членом общества, устрояющие свою жизнь для неба и на земле лучшие деятели и лучшие члены общества. Тот лучший слуга царев и надежней защитник отечества, кто в верном Богу сердце в чистой совести носит верную надежду отечества небесного. Тот воин истинно непобедим, которому венец мученичества за веру царя и отечества так же любезен, как и венец победы. Человек московский. Мир, любовь, единодушие – самые твердые основы общества и самые крепкие узы, связующие между собой членов общества. Чего не связует любовь? Все ничтожно и без любви все другие узы не суть узы. Что соединяет свои корыстия, то и разрушает свои корыстия. Что соединяет насилие, то и разрывается насилием. Что соединяет могущество времени, то и разоряет могущество времени. Только то, что соединяет любовь, пребывает навеки нерушимо. Потому что любовь крепче смерти, крепче человечества. Единодушие способствует преумножению малого и к сохранению преумноженного. Музыканты помещаются в некотором расстоянии одни от других, и хотя играют на разных инструментах, однако же это не мешает им составлять пленительную благозвучность. Вот изображение вызов доставляемых согласием царствующим между членами общества. От несогласия разрушается общество. Даже в царстве злых духов есть своя подчиненность. Там хорошо правление, где граждане повинуются судьям, а судьи законом. Правосудие в отношении к телу общества есть род врачевания. Если членам потерпевшим лишения блюстителей правосудия не доставят восполнение поврежденным не доставят исправления и не отсекут зараженных смертоносной язвою, то могут сделаться виновными в смертоносном заражении всего тела. Филарет. Суд без милости располагает народ к ожесточению. Милость без суда усиливает своевольство и расстраивает общественный порядок. Напротив, соединение строгости и милости правосудия увековечивает государство. Надо бы наблюдать, чтобы истина чрезмерной строгости не изгнала милости, чтобы милость излишним снисхождением не упланилась от истины. Чтобы иметь хороших исполнителей многоразличных обязанностей на государственном поприще, для этого нужно соблюдать мудрую осмотрительность в выборе должностных лиц и благоразумие в поощрении за труды наградами. Избирайте не того, кто ищет должности, но кого должность ищет. Филарет. Награда незаслужившему есть не столько милость одному, сколько несправедливость против многих. Государство счастливо, когда злые не могут в нем властвовать. Вода, хотя и есть в ней ил, является чистой, когда он лежит на дне. Но когда каким-нибудь неправильным движением ил поднимется вверх, вся чистая за то ли вода теряет вид чистоты и является мутной. подобно всему обществу человеческое, хотя и есть в нем часть людей недобрых, является чистым, благолетным и благополучным. Когда сие несчастные стихии лежат на дне. Когда люди недобрые по справедливости уничиженные в общем мнении не достигают власти, почета и влияния на других. Но когда недобрая стихия поднимается вверх, когда люди недобрые достигают власти, почета и влияния на других, тогда они мутят и чистую воду, и добрых людей, или своим влиянием вводят соблазн, или своей силой подвергают затруднениям и скорбям, и, возрастая в силе, вредят целому обществу. Человек, митрополит московский. Да помышляет всякий член государства и общества о своем высоком значении, все равно великую или малую по-видимому должность занимает он среди общества. Точное, ревностное исполнение обязанностей своего звания и служения, неуклонное до пожертвования своим благосостоянием и жизнью соблюдения правительственных законов, которые в христианском государстве суть внешние выражения внутренних законов совести, почтительные, наконец-то любвеобильные отношения ко всем другим членам общества. Все это послужит ему приобретение вместе с уважением от людей и небесной славы. Слава и честь государства и слава и честь государя. Он трудится для себя, трудясь для подданных. Тот гражданин сооружает в себе вечные памятник в Отечестве, кто посевает в нем нравственное добро, которое одно вечно. Честный и добрый гражданин исполняет свои общественные обязанности, повинуется законам своего правительства, ни страха наказания за нарушение их, и не из-за выгоды только и наград, но по долгу совести и любви. Если служение царю и царству, явно поставляет целую личную честь и выгоду целью, к чему такое стремление приведет удобнее пожертвование или собою отечества или напротив пожертвование себе отечеством филарет. Повиноваться законам по одному только страху значит унижаться до состояния диких зверей, которые также не нападают на стадо, а довеют людей и собак, стеревущих его. Кто не имеет столько мужества, чтобы лучше решиться умереть, нежели нарушить святой закон, начертанный на сердце, тот недостоин жизни. Худой гражданин царства земного и для небесного царства негоден филарет. Второе. Люди высокого звания и чины и об отношениях к ним низших. Всякого звания и чина люди великого или малого должны исполнять точно и усердно свои обязанности для блага своего и общественного, а равны и заботиться о своем нравственном развитии и совершенстве. Но в особенности это долг людей высокопоставленных вследствие обширного влияния, какое имеет их жизнь и поведение на массу низших их позваний и положений людей. Чем обширнее круг нашей деятельности, тем значительнее наш почет, которым мы пользуемся. Тем более мы обязаны своим добрым примером препятствовать злу и споспешенствовать добру. Как вода с высших мест сходит на низшее, не всегда удерживаясь даже преградами, так нравственный дух высших состояний в обществе через подражание переходит в низшее, несмотря на некоторые преграды, поставляемые различием званий. Сам или честь для христианина есть иго наложенное, которое должно носить во славу имени Божие и пользы ближнего. Тихон Задонский Не для себя текут великие реки, не для себя растут великие деревья, не для себя также должны жить и великие люди. Великие, но не приносящие пользы обществу люди, подобные вершинам высоких гор, кои быв покрыты снегом и льдом, блещут при каждом восхождении и захождении солнца радужными лучами и восхищают взор, но постоянно остаются голые и бесплодны без всякого признака жизни. Иннокентий Архиепископ Херсонский Возвеличенные Богом должны учиться и смирение у Бога. Верьможи, вы презираете людей, стоящих на краю горизонта, они вам кажутся малые и низкие, но мудрены ли, вы на них смотрите издали, граф Блудов. Знатный, но безрассудный вельможа подобен человеку, стоящему на горе, которому люди, ходящие внизу, кажутся малыми, но он и сам им кажется таким же. Вельможи не должны гордо и презренно относиться к низшим себя, помышляя, что перед Богом все равны, что в очах правосудия его не предпочтется царь-воину, не преимуществит владыка-раба невысокого засловия и низших должностей люди, с почтением и уважением относясь к высшим себя, отнюдь не должны раболепствовать перед ними, льстить им, и тем более делать что-нибудь угодно им вопреки совести и Богу. Они должны быть в этом случаю подобны планетам, которые, ходя вокруг высшего светила солнца, как подчиненное перед своим владыковым, ни наюту при этом не отступают от законов времени и пределов пространства, положенных создателям Вселенной. Если видишь, что человек на Земле достиг великого достоинства, не дивись ему, но дивись тому, кто возненавидел земную славу, Ефрем Сирин. Когда ты являешься перед сильным, то помни, что все сильные видят все, что не происходит, и старайся угодить более всему, нежели тому. Не старайся никому нравиться, кроме Христа, и не ужасайся ничьего гнева, кроме Божия. Страшись более Бога и мук вечных, нежели людей и кратковременного озлобления. Дел, возложенных на нас Богом, нельзя отлагать в угодность с человеком, не остав воли Божией для исполнения воли человеков, святой Антоний Великий. Мы мало должны думать об оскорблении, наносимом нами людьми, когда покорность их могла бы причинить оскорбление Богу, святой Златоуст. Третье. Обязанности начальников. Многие над людьми господствуют и царствуют, но сами рабы греха и пленники страстей своих. Худо и несмысленно людьми повелевать, а страстей быть обладаемым. Бедный тот судья, который языком и пером судит людям, но сам непрестанно обличается и судится от совести. Не похвально искать начальство, не научаясь быть начальником над самим собою. Надо бы напрежь научиться управлять собою, а потом уже другими. Тихон Задонский. Властитель, хочешь ли покрыть себя славою? Первый повинуйся законам твоего правительства. Если ты поставлен над людьми, то помни, что над тобой и есть Бог. Колоси 0,4,1. Творящим суд на земле нужно самим страшиться суда Божия на небе. Знай, судья, что сам будешь судим и меньше согрешишь. Святой Григорий Богослов. Чем обширнее влияние примера нашего на других, тем хуже для нас от наших грехов. Филарет архиепископ Черниговский. Чем обширнее круг деятельности, тем больше ответственности. О чем и не спросит на всеобщем судья одного, зато осудит другого. Петр епископ Томский. Не так удобно ткань принимает в себя невылодимую краску, не так быстро разливается в воздухе, из воздуха сообщается животным какое-нибудь вредное испарение, производящее заразы, называемое заразою, как подчиненное в скорейшем обыкновенном времени принимает в себя пороки начальника, и даже пороки гораздо легче, нежели противное пороку добродетель. святой «Быть к служащим при тебе, каковым к себе желаешь иметь Господа». «Не взыскивай строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и нечасто обличай, ибо это тягостно, и привычка к обличениям приводит в бесчувствие и небрежение». Ава Дорофей «Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись, потому что от боязни рождается ложь и лицемерие, а от любви истина и усердие». Дмитрий Ростовский «Предусмотрительно устроено Богом, что пчелинная матка не имеет у себя жала, ибо если бы она имела его, то всех бы пчел умерщвляла им». Вот образец начальствующим. Начальнику совершенно недозволительно до забвения предавать все гневу и раздражительности, чтобы он в своем гневе нападении не губил всех неповинующихся ему. Долг начальствующих спасать, а не губить. «Нескоро верь доносителям, но одним ухом слушай доносчика, а другое оставляй ответчику». Тихон Задонский «Начальнику надлежит быть добрым и вместе строгим, чтобы люди добродетельные имели к нему свободный доступ, а порочные страшились его. Не имея одного какого-либо из их качеств, власть более будет походить на безначалие, нежели на начальство. Если бы все подчиненные любили добродетель, тогда начальнику нужно было бы иметь одну только доброту, а если бы все они были преданы пороку, то ему бы надлежало быть только строгим. Но как между подчиненными есть и добрые и злые, то начальнику должно иметь и доброту и строгость, чтобы своей добротой укреплять в благонравных любовь к добру, а страхом удерживать злых от преступлений. Никогда не радуй так, чтобы за радостью могла следовать скорбь, никогда не опечаливай без того, чтобы из печали не происходило благо. Хорошо миловать виновных, но еще нужнее не отягощать невинных. Добрых обижает, кто злых сидит. Добра без твердости есть слабость. Исполнение одной обязанности не дает права пренебрегать другую. Должно иметь сострадание к человеку и справедливость к порокам. Григорий Двоеслов. Виант плакал, осуждая одного человека на смерть. Кто-то сказал ему, ты плачешь о виновном, зачем же осуждаешь его? Надо обнаследовать природе, которая внушает нам жалость, отвечал он, и повиноваться законе. Четыре. Обязанности подчиненных. Старайся над самим собой властвовать, а воле начальника своего повиноваться. Подчиняющийся начальству повинуется Богу. Святой Златоуст. Если временный властитель, повелевающий тебе сам по себе не заслуживает твоего повиновения, то его заслуживает Верховный Властитель, которого лицо представляет для тебя временной. О виновении будет легче, если мы менее будем думать о человеке, которому повинуемся, нежели о Боге, ради которого должны повиноваться человеку. Сыны мира и с немирным начальником умеют сохранять свой мир с терпением. Не слушающий вразумлении советов своего начальника, не исполняющий лихудо исполняющий приказания его, не может быть и сам хорошим начальником. Человеку, который с трудом умеет быть под начальством, еще гораздо труднее уметь начальствовать над людьми переводе богослов. Человек нерассудительный и не исправляющийся при руководстве, как будет богоразумным и исправным начальником. Никто не безопасен в начальстве, если не научился повиноваться. Фома Кимпийский. Пятое. Пастырское служение и обязанности. Пастыри в смысле нравственном тоже, что воины в смысле гражданском. Воины защищают народ от врагов государственных, а пастыри охраняют народ от врагов нравственных. Честь воинам, заслоняющим грудью своею государство от опасностей. Неотъемлемая честь принадлежит и пастырям, оберегающим подвигами своими церковь, веру и нравственность от потрясений. Два великие дела принадлежат каждому из пастырей церкви. Дело первое спасение собственной души. Дело второе не отдельное от первого спасение душ веренных его водительству. Внимайте в себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас епископами. Деяние 28. Таково главное правило пастырского служения. Макарий митрополит московский. Священнику даже не только войти самому, но и других ввести в царство небесное. Надобно тому, кто сильным быть, кто должен носить немощи других. Если Святая Церковь нелегко позволяет неискусным чтения священного писания без руководства то тем самым не требует ли от пастыря как руководителей познаний в нем самых глубоких и обширных человеку, который никогда не вкушал меда и старается другим изъяснить какова его сладость. Подобны пастыре, проповедующие духовные учения, не вкусив и не испытав сами его. Кто по своей должности обязан говорить святое, тот обязан и в своей жизни являться святое. Поборник истинной справедливости прежде всего сам должен быть истинен и справедлив. Мир потребный для всех еще потребнее для раздоятелей мира. Тот, кто не заботится о спасении своей души, не станет заботиться и о спасении души ближних. Проповедник без добрых дел и без благочинного жития, который учит и не творит, не сделает никакой пользы своих слушателей и будет подобен грому без молнии, стрельбе без ядра, луку напряженному без стрелы. Греметь будет и стрелять словами только, но страхом Божиим не уязвить сердец слушающих. Кто желает упрощевать раны другого, тот сам должен быть свободен от всякой болезни, чтобы не сказано ему было евангельское слово «врач, исцели себя сам». Святой Касьян ремлянин. Невозможно господствовать над простями других тому, кто не победил еще собственных. Как на корабле, когда сделает ошибку пловец? Небольшой. Это делает вред плывущим с ним. А когда кормщие, это уготавляет общую гибель. Так грехотодения подчиненных не столько вредят обществу, сколько им самим, а грехи, имеющих священный сам, распространяют вредоносность на всех. Святой Исидор Килусиот. Если Иисус Христос и о простом человеке, соблазнитель и сказал «горе», через кого приходят соблазны, Лука 17, 1, то что же сказать о соблазнителе, служителе церкви? Шесть. Отношение пасомых к пастырем. Мы обязаны пастырем несравненно более, чем нашим плотским отцам, потому что эти рождают нас для мира и для жизни с миром, а те для неба и для вечной жизни с Богом, Святой Златоуст. Иерея всех почитай, к добрым же прибегай, Святой Нил Синаевский. Избери себе руководителем того, кто убеждает более тем, как его видят, нежели тем, что от него слышат. Сенека. Если не знаешь о каком Иереи, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое бязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так подобно всему и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший его было недостоин. Ефрем Сириум. Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Златоуст. Видя некоторых пастырей, не соответствующих своим поведением важности своего сана, многие посолные приходят иногда в недоумение о том, действительно ли и то богослужение, которое совершают такие пастыри. К успокоению и утешению таких мирян скажем замечание святого рукой зерна. Несмотря на это, Нивы при благословении Божьем покрываются богатой жатвой. Яков архипископ Нижегородский. Святое учение не перестает быть святым от того, что проходит через грешные уста. филарет. Когда слышишь полезное слово, не суди того, кто говорит оное, чтобы не лишиться тебе полезного учения. Ава Фаласий. Седьмое. обязанности родителей в отношении к детям. Ты называешься отцом детей своих по плоти. Будь отец их и по духу. Ни одно рождение делает отцом, но и хорошее образование детей. Умел ты детей своих родить, умей же и воспитать их, как должно, чтобы достойно носить имя отца. Тихон Задонский. Не ношение только в отшреве делает матерью, но и доброе воспитание детей. Первое слово о Боге должна сказать ребенку та, кому подарена была первая его улыбка. Мать, рождая дитя, прежде дает миру человека, а потом должна она в нем ждать небу ангела. Нравственное состояние детей почти на всю жизнь зависит большей частью от нравственного влияния на них матери. Дайте нам лучших матерей, сказал некто, и у нас будут лучшие люди. Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Живописец и воятель, творитель только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуются Бог и люди. Святой Златоуст. Родители не воспитывающие детей своих как должно рождают их к временной жизни, но к вечной смерти дверь им отворяют. Капля воды на гладкой поверхности идет туда, куда поведешь ее пальцем. Так и юное нежное дитя можно направить и в ту и в другую, в хорошую и в дурную сторону и увлечь куда угодно. Блаженный иероним. Юного отрока можно уподобить доске, приготовленной для изображения картины. Что живопись изобразит, доброе или худое, святое или грешное, ангела или беса, то и останется на ней. Так у дитя. Какое родители дадут ему первоначальное воспитание и каким нравом богоугодным или богоненавистным, кангельским или бесовским приучат его, с таким оно и будет жить. Сосуд не теряет своего запаха дурного или хорошего, которым он прежде напитался. Таково воспитание детей. Поэтому необходимо с детства приучать их к доброму. Дмитрий Ростовский. Неродение о детях есть величайший из всех грехов и в нем крайняя степень нечестия. Родители не только за свои грехи будут наказаны, но и за детей своих, если не воспитывают их в благочестии. Святой Злота Уст. Дети, забытые родителям во время воспитания, взаимно забывают их после воспитания. Филарет. Не брегут о детях, если хотят только забавлять их. И забавляться ими, особенно тогда, когда настает время более учить их, нежели забавлять. Расточать для детей лишь ласки и угождения значит вредить им. Красота святого зависит от лучей солнечных, но когда лучи вянут на стебельках своих. Молодое кривое дерево остается навсегда кривым и безобразным, если его не постарается выровнять, пока оно гнется. Тоже нужно сказать о детях. В каждом из них примечаются свои нравы и свои воли. Оставлять эти кривизны без исправления значит обрекать близких своему сердцу на верное несчастье в жизни. Отрак, в котором худые наклонности развивается в ущерб добрым, подобен молодому дереву, подточенному червям и потому скрывающему уже в себе зародыш разрушения. Кто хочет увериться в действительности благих плодов, той крепкой любви, которая любя наказывает, и гибельных последствий той самой любви, которая отвергает всякое наказание, пусть заглянет в смирительные рабочие домы. Там нередко услышит жалобы, произносимые со слезами и неутешной скорбью. Если бы отец и мать наказали меня за первое мое худое дело, я не был бы теперь таким извергом перед Богом и людьми. Детям надо прощать легкомысли и невнимательность, а не злоба и лукавства. А от детей, которые боятся довести до слез даже после их проступков, часто сами родители впоследствии бывают вынуждены плакать. Лучше, если дитя плачет от отца, а не отец от своего детища. Огорчай другого, а тем более своих детей, так, чтобы они после обрадовали тебя. Садовник привязывает молодое вновь посаженное деревце к тычинке, крепко утвержденной в земле, чтобы ветерок не вырвал деревца, и отсекает лишние побеги, чтобы они не повредили и не сушили молодого растения. Поступайте и вы так же с вашими детьми, утверждайте сердца их в страхе Божием, чтобы они не поколебались от соблазнов, отсекайте возникающие в них страсти, чтобы они не укрепились и не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в священном крещении. Святой Златоуст. В воспитании не требуется ни излишняя мягкость, ни суровость, требуется разумность. Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает целорет. Родители, не раздражайте чат своих Ефесянам 6.4, а любите. На голос любви сердце везде откликается. Не тот мудр, кто умеет наказывать, но тот, кто умеет предохранить от проступков. Наказание мера к исправлению необходимая, только не единственная. Снисходительность правота и любовь могут и должны соединяться вместе. Рана промывает вином, излечивает маслом. Так и воспитание снисходительность должно смешивать со строгостью. Амбросим и Яландский. За резгой должно лежать яблоко, сказал один наблюдатель детской природы. Будь сначала сам тем, чем хочешь сделать другого. Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала самого себя в Боге. Как вы будете держать детей своих в порядке, когда сами ведете беспорядочную жизнь? Святой Василий Великий. Добрый пример бывает лучше всякого поучения, не забывая этого, Отец. Показывай богопознание и богопочитание твое делами твоими, а не одними словами. Дела говорят сильнее слов. Пример привлекает. Сколько детей навыкает от родителей божбе, гневу, зависти, несмотря на учения. Меньше потребуется слов, если делаешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами, Григорий Богослов. Учение через поступки и жизнь есть самое лучшее учение, Златоуст. Двояко учит, кто учит и живет благочестиво. желающие иметь достойное детей благоразумно поступит, если предварительно самих себя сделает достойными родителями, Филарет. Оставляешь сыну своему небогатству, но добрую память о тебе не золото, но честное имя, не серебро, но науку, не пышный дом, но умение терпеть незнатных, но добрых друзей. Счастливы те дети, у которых родители и храм Божий посещают часто, и свое собственное жилище делают домом молительным, Данилом 60, и таким образом подают им пример набожности. Но кто может довольно оплакать бедствия тех детей, которые родителями своими воспитываются по духу мира нечестующего, и через то, как бы приносятся в жертву молоху кровожадному, Иеремия 32, 35, про Иерей Соколов, «Кто детей лишает церкви, тот лишает их Бога и всякого счастья», протоиерей Толмачев. «Что польза, если дети исчерпают всю мудрость житейскую, в точности узнают все приличия света, приобретут громкие похвалы за свою ловкость и остроумие, и между тем будут иметь испорченное и лукавое сердце, и станут стыдиться исполнения христианских обязанностей?» «Неиноплеменное наставление производит добрых сынов Отечеству», говорит, «образовать один только ум юноша, но не исправить развращенного сердца, это значит дать острый меч в руки искусного злодея». «Невежа без религии немного может сделать зла понежеству своему, но гидкий развитый ум безбожника это бич для человечества, он может потрясать общество и развивать губительный яд, не в настоящем только, но и на будущее поколение, чему к несчастью много есть примеров. Если твои дети худо живут, то это должно приносить тебе более скорби, нежели сколько приносит тебе смерть их». «Благочестивые дети наибольшее утешение для благочестивых родителей, наилучшее украшение живых родителей и наилучший памятник умершим родителям». «Мудрый и добрый сын служит славою и чести своему отцу, счастлив отец, видящий детей своих, более себя созревших в дарованиях и украшенных добродетелями». 8. «Обязанности детей в отношении к родителям». «Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то мы будем поражены неизмеримостью нашего долга». Святой Амросий Медиаланский. «Вспомни, как много твои родители перенесли с тобой, прежде нежели воспитали тебя, как осторожно твоя мать носила тебя под своим сердцем, с какими мучительными болезнями родила тебя, как очищала тебя, кормила грудью, одевала, как иные ночи проводила для тебя без сна, и как неутомимо твой отец трудился, чтобы достать тебе пропитание. Радуйся, если имеешь случай вознаградить своих родителей за тот труд, который они перенесли для тебя, если по наставлению апостольскому жена должна бояться мужа, Ефесянам 5.33, то, конечно, гораздо более дети своих родителей. Повиновение родителям есть не только должность, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, повинуясь им, можем продлить ее, ибо повиновение родителям есть первая заповедь с обетованием. Дети, дорожите благословением родителей тысячекратно более, нежели прочим наследством. Филарет митрополит московский. Хвалить детей своих значит тщеславиться, порицать отца и мать значит порицать самого себя. Каков ты к своим родителям, таковые дети твои к тебе будут. Чем кто согрешает, тем по большей части наказывается. Вот неблагодарных Бог к родителям сынов и тщерей часто наказывает неблагодарности их сынов и тщерей. Поступайте с родителями вашими так, как вы желали бы, чтобы дети ваши поступали с вами. Девятое юность. Блажен кто от юности готовится предстать верховному судьи, который потребует отчет за все возрасты. Неизвестна юность и старость, но открыто, что готова погибель нераскаянному юноше. Сколько молодых людей, обощенные безрассудной склонностью к чувственным удовольствиям, предаются им всецелой потерей своих интересов временных и вечных. Подобно бабочкам, которые воображают, что пламя так же кротко, как оно им кажется прекрасным, безрастудно обжигает им свои крылья. Видали ли вы, как ветер сбывает весенние цветы из дерев, как полной жизни красоты цветок совершенно увядает, когда отторгну его от корня, помнут в руках, как самое лучшее дерево попорчено чем-либо в нежном возрасте, но всегда остается уродным, бесплодным, и годно бывает только для сожжения. Это образ юности, отторженные добродетели и преданные в руки коварного мира его удовольствий и страстей. Ранний цветок приятнее бывает для вертоградаря, юность добрая, благовонный цвет, обещающий благий плод, несказанно приятнее небесному вертоградарю. Злобный дьявол старается особенно молодых людей отклонить от дел благочестия. Но ты, юноша, не обобщайся его хитростями. Кто полутру отправился в путь, тот скорее дойдет до предположенного места, нежели замедливший до вечера отшествием своим. О, скольких слез достойно распления настоящего века, хотят взяться благочестивыми не иначе, как в старости, принося в дар Богу одни, так сказать, дрожжи сил своих, безумно истощенных на греховное служение миру. Сирахов 18.22 Бог хочет, чтобы ты посвятил службу Ему всю свою жизнь, а не худшую часть ее. Медленность исправления жизни, не иное, что выражает как следующее, пусть сначала царствует во мне грех, после будет когда-нибудь царствовать и Господь. Сначала удомо и представлю оружие греху, а потом со временем представлю их и в оружие правды Богу. Римлянам 6.13 Так и Каин приносил жертву, что было лучшего, то в усложжении себе самому, а что похуже, то сотворившему и даровавшему Богу. Пока способен ты к друг дам, проводишь юность твои во грехах, а как скоро члены ослабели, тогда приносишь их в дар Богу, когда уже ни на что нельзя употребить их, и по необходимости надо оставлять в бездействии. Святой Василий Великий, кто ожидает старости, чтобы посвятить себя Богу, тот ясно показывает, что он хочет сберечь для добродетелей только такое время, которого он не может употребить ни на что более. Целомудрие старости уже не целомудрие, а невозможность предаваться невоздержанию. Василий Великий. Худ тот христианин, который оставляет грех только потому, что рука и нога более не действуют. «Если перестанешь грешить по причине возраста, это будет по милости твоей немощи, а мы хвалим на основании Слова Божия тех, которые добры по произволению, а не тех, которые вынуждены какой-либо необходимости». Василий Великий. «День земли всегда оканчивается вечером, и потому потерявший утром может иметь некоторую надежду вечером возвратить потерянное, а день жизни человеческой часто прежде вечера старости, нередко и прежде полудня мужеского возраста внезапно прекращает ночь смертная». Филарет. «Многие говорят, что они предадутся Богу в летах более зрелых, но достигнут ли они до этих лет, как надеются, или если и достигнут, то так легко им будет перемениться как думают? Не жили вы думаете, что в старости вы более чем в святущем возрасте будете иметь и готовность принести покаяние и твердости устоять в нем, и ревности показать его опыты, и силы преодолеть его препятствия? Чем позднее покаяние, тем оно тягостнее». Вы обманываетесь, если думаете, что страсти утихнут вместе с юностью. Сколько найдется стариков, зараженных постыдными предстрастиями первых годов в своей жизни? Сколько посидевших чистолюдцев, которые не жалуются на усталость, ненасытной жадностью гоняясь за почестями, а эти почести только увеличат издержки при их погребении и прибавят несколько лишних слов в их эпитафиях? Сколько вспыльчивых, в коих неохлаждение крови, неистощение сил, немало не уменьшили прежней их раздражительности, доводившей до бешенства? Сколько славстолюдцев, которые, несмотря на дряхлость, лет, питают еще в костях своих потаенное пламя, которое угаснет только с их жизнью? Как жалки эти рабы своих жестоких повелителей! старайся в юных летах отсекать свои худые наклонности, привычки и страсти, еще не глубоко пустившие свои корни в сердце твоем. Чем более будешь отлагать, тем труднее будет брать за это необходимое дело спасения своей души. Как дерево, чем более растет, тем более в землю корень свой пускает. Так чем более растет греховные обычаи, тем глубже сердце человеческом утверждает свой корень. И хорошей привычкой худую питает время, как дрова питают огонь. Петр Дамаскин. Грех горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. Привычки снисканные в детстве, подобно буквам, вырезанным на корне молодого дерева, вместе с ним, они растут, увеличиваются и даже составляют часть его самого. Как дерево, чем больше будет, тем с большей трудностью исторгается из земли. Так чем более усилится и утвердится греховные обычаи, тем с большей трудностью от него освобождается человек. Святой Тихон Задонский. Рано исправляйте свои недостатки, те, которым вы допустите увеличить, омрачат ваши лучшие добрые свойства. Как приучишь себя в молодости, так и останешься на всю жизнь. В прошедшем семена настоящего и будущего. Что посеешь в юности, то будешь пожинать во всей последующей жизни. Рачительность в юности есть залог чести старости. Честь старости есть доказательство трудолюбия прежде старости. Усердно приноси Христу труды юности твоей и возрадуешься о богатстве бесстрастия старости, ибо собираемое в юности питает и утешает из немогших старости, святой Иоанн Листочник. Как вечер прекрасного дня безоблачен, так конец прекрасной жизни спокоен и беспечален. Десять детство и супружество Супружество ниже детства, хотя детство и от супружества рождаются. Детство преимущественно делает душу невесты и небесного жениха Христа и телом храма Святого Духа 1 Коринфян 3.16 6.19 Девственницы свободны от приговора Божией жене Бутей 3.16 Дело стоит выше наказаний присвоенных Еве. Хороша девственная жизнь, но если она предана миру и земному, то хуже супружества Григорий Богослов Сколько девства предпочтительнее супружества, сколько непорочный брак предпочтительнее сомнительного девства И в супружеской жизни можно быть достойным удивления подобродетельной жизни 11. Блуд и целомудрие Девство и брак не для всех, но целомудрие для всех силоветов. Гнушаяся потолюбивых помыслов, потому что и тело распевает, и душу оскверняют Нил Сенальский. Если стыдимся, когда подобные нам люди видят обнаруженную нечистоту наших дел, достыдимся тысячекратно более, когда всечистый Бог и Его святые видят в нас сокровенную нечистоту страстных помыслов и похотных желаний. По замечанию естества испытателей голуби удаляются оттуда, где заводится нечистота, и пчелы удаляются от дыма, так и благодать Божия удаляется от того сердца, в котором бродят нечистые мысли, так сказать, дымятся худые желания. Бог будет в тебе обитать и действовать на тебя в своей благодати лишь тогда, когда очистив себя совершенно от сладких помышлений. Жизнь и развиваться на пути добродетели невозможно без отсечения нечистых помыслов жить и развиваться. Для тех, которые соглашаются с блудными помыслами и услождаются ими, нет надежды спасения. Напротив того, те, которые не соглашаются с ними, но противятся со всевозможным усилием, молясь против них, получают венцы от Бога. Когда душа во время сна еще обольщается нечистыми грезами, это значит, что она еще не достигла совершенного целомудрия. Как разломанный водопровод не удержит в себе воды, так рассеянное око не удержит целомудренного ума, Ефрем Сирин. Чего глаз не видит и ухо не слышит, то и сердце не будет ударять. Каждый, давший волю чувствам, дал волю и сердцу, Исаак Сирин. Подожди выше горящему огню, нежели к юной женщине, когда и сам ты юн, потому что приблизившись к огню и почувствовав боль, тотчас отскочишь прочь. А разнежись от женских речей, не вдруг отойдешь, святой Нил Синаевский. Остерегайся, женщин, ты не святее Давида, не мудрее Соломона. Помни всегда, что райского обитателя женщина изгнала из его прежних владений. Сирак 25-27. Ева всегда имеет свой нрав, всегда прельщает, Тихон Задонский. Хотя и имеешь ты супругу, но бойся, женщин. Блаженство воздерживает вежде и немысленно, нечувственно, не обольщается кожей плоти, которая вскоре будет истощать из себя гной Эфрем Сирин. Если возникнет в твоей жизни образ красивого лица, представь себе того же человека, обезображенного мертвым трупом, и порочное желание оставить душу, мать Синкетития. Если красота телесная прельщает сердце твое, то помысли, в какой она больше издительного хвоста его. Приятность, ощущаемая при удовлетворении плотской похоти, скоро проходит, но вред от того происходящее остается в нас навсегда. Чувственность есть бездна, которая потонула и погибла великое множество душ. Свостолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и говорить. Святой Златоуст Как невелика сила похоти, но если ты оградишь себя страхом Божиим, то препобедишь ее неистовство. Он же. Брат спросил старца, что мне делать, отец? Меня убивает смромный помысл. Старец ответил ему, когда мать захочет детища отнять от молока, прикладывает в состав своим горький морской лук. Младенец в обыкновении преподает в груди сосать молоко, но по причине горечи отвращается от нее. Так и ты. Если хочешь, положи на мысль твою горечи, брат спросил его, какая это горечь, которую мне должно положить? Памят воня смерти и мучениях в будущей жизни, сказал старец. Если тебя полит огонь похоти плотской, противопоставь ему огонь гиенский, и огонь похоти твоей тотчас погаснет и исчезнет, Златоуст. Весом вкушай хлеб и меру и пей воду, и дух блуда убежит от тебя, а воевагри. Владычествующий над чревом истушает похоть, и ум его не порабощается блудным помыслом. Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Граждане, будучи утеснены голодом, и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. То же бывает вожделениями. Если человек будет проводить жительство в посте и воздержании, вожделение изнемогает в душе его. Как огонь не может гореть без дров и другого сгораемого вещества, так и немощные и злокозненные плоть наша, если не обременена пресыщением, не воспламеняется похотью, но бывает покойно и покорно волей Господней. Ефрем угождающий чреву и хотящий победить духа блудного, подобен тому, кто маслом хочет поглубить огонь, погасить, думающий сохранить целомудрие среди пресыщения и роскоши, подобен тому, кто бы возлежав среди болота, надеялся остаться чистым. Когда томит тебя какое-либо вожделение плотское, презри его и скажи душе своим, тем ли тяготишься, что лишаю тебя удовольствия, но утешься, ибо тем я доставлю тебе небо и все радостные блага его, потерпи немного и узришь плод. Никогда не вспоминай прежде совершенных тобою плотских грехов, чтобы не осквернить кем снова своей души, но лучше молись Богу, говоря Господи. Ты ведаешь скверные безмерные грехи мои, сам убока хочешь изгладить их, а я не дерзаю вспоминать о них, чтобы тем еще более не прогневать тебя. Двенадцать супружеские обязанности Муж есть глава жены, но отнюдь не господин. Жена, как взятая из ребра Адаму, облить сердце его, должна занимать первое место в сердце мужа. Кто любит жену своей больше Бога, тот идолопоклонник. Кто любит ее по одному любострастию, тот прелюбодей. А кто любит ее, как Христос церковь, тот супруг христианский. Если в жене есть порог, изгоняй его, а не ее. Женщина, как планета, спутница, привязанная к мировому пути своего мужа, с неуклонной правильностью и порядком, должна обходить домашний быт его и разливать вокруг кроткий свет своих добродетелей и своего благоразумия. Может быть, думает, что радость входит в сердце от вне, а всмотрись и увидит, что она просветляет жизнь его изнутри. Домовитой женщине, занятой благоустройством своего дома, неутомимо действующей в кругу обязанностей хозяйки и матери. Некогда и подумать о забавах. Зато все части хозяйственного управления, приведенные во взаимное между собой соответствие, производят для нее такую гармонию, которая несравненно и восхитительнее и выше всякого мусикийского согласия, часто идущего вразлад с требованиями души. Женщина, отваживающаяся идти с тезями своего пола, столько же поступает против природы здравого смысла, сколько же на подобный мужчина, больше всего занятый своим нарядом и поставляющий все свое достоинство в изысканности туалета. Если с крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то она блажен муж, воспетый Давидом. Счастлива та, кто, гордясь своим титулом матери, смотрит на своих детей, как на самое лучшее свое украшение. Достойна презрения та женщина, которая может скучать, имея детей. 13. Мир и жизнь в мире. Мир сей подобен кораблю украшенному великолепно, на который смотреть хорошо, но ездить в нем опасно. Настоящий падший мир похож на весьма богатые, преискусно составленные, но испорченные часы. В них все есть, что прежде было, и чему быть надлежит, только нет гармонии и вечности. Посему, кто захотел бы по этим часам располагать весь свой образ жизни, тому пришлось бы жить нередко наизворот. Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов, так и мир много нам обещает, да мало дает. Мир любит отводить от пути истинного, но никогда не приведет к цели, умеет возбудить жажду, но не может насытить души. Все обещает, но под конец большей части сам все отнимает. Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихоти, страстей и привычек. Соблазны мира никогда не прекращаются, доколе мир есть то, что он есть. Со времени грехопадения мир постоянно служил соблазном для людей, отводя их от истинного пути, от веры в Бога и добродетели. Впрочем, это влияние мира было не одинаково в различные периоды жизни. Оно было более или менее пагубно, смотря по тому, какой дух времени был господствующим. Наш век свободу доводит до своеволия, независимость до анархии, веротерпимость до индифферентизма, мир до военного положения, прогресс до упадка нравственности. Нам древность говорит, что Мидас обращал золото все одним своим прикосновением, а ныне век настал превратного превращения. Лишь только золотом дотронься до кого, во что б не захотел, вмиг обратишь его. Страсть к искусству и радиады сделалась в наше время для многих почти законом силарет. Жилая рыба плывет против воды, а мертвая вниз за водою. Истинный христианин идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротою. Образ мыслей и чувственной наиболее одобряемой нередко есть наиболее опасной. Самое благоразумие и рассудительность должны побуждать нас не подчиняться правилам и обычаям людей мира сего, когда эти правила и обычаи или совершенно не согласны с законами религии и нравственности, или препятствуют к тщательному их выполнению. Не много в том ума, а силы воли и совсем кажется нет у того, кто смотрит как на непреложный закон, одобряемый большинством людей, а через несколько времени ими же осуждаемые. Люди века, люди времени даже непостоянны в своих уставах, как изменчиво время, как изменчивы капризы страстей. Люди подобны облакам, которые с переменами ветра вносятся туда и сюда по воздуху. Спасибо Великим. Интересы духа времени это те, которых не было вчера и не будет завтра. Дух времени дух лжи и обмана. Ныне он хвалит то, завтра другое. Над правилами и мыслями, которые считал он образцовыми за пять лет перед всем, смеется он ныне, а спустя другие пять лет, если не прежде, станет смеяться над теми, от которых восторги ныне, как минута упоения, когда и в голове бывает шум, и в глазах все двоится, и идет кругом. надлежащим образом, так и под влиянием духа времени люди подвергаются таким же припадкам головокружения и также мало видят и понимают, как и в упоении. Не уклоняй взор, например, многих идущих широким путем. В аду будет место и многим. Будь в мире, как вот в Содоме, где все беззаконно вали, но он им не подражал и делал, что святой воле Божией угодно было. Делай и ты так. Не подражай тому, что злой мир делает. Бывает и согласие худо, бывает и разногласие хорошо. Есть люди, которые хорошо сознают и понимают несогласие очень многих правил и обычаев мира сего с духом христианства, но стыдятся идти в разрез общества, стыдятся быть набожными, например, перекреститься ввиду других и запасения быть осмеянными. Но что нужды да посмеяния? Каждый при этом должен рассуждать таким образом. Когда придет время страшного расчета со всем родом человеческим, мне не помогут те, опасаясь которых я уклонялся от дел благочестия, так лучше же возвыситься над всем ложным чувством стыда, лучше преодолеть боязнь осуждения людского, чтобы приобреть дерзновение перед престолом грозного судьи. Страх человеческий должен быть препобеждаем страхом Божиим, размышляя о всенародном стыде, который перед Господом постигнет грешников. Внеешь ты временные ни во что. Ты опасаешься делать неприятное людям и забываешь о приговоре, произнесенном над нечестивым человекоугодием. Бог рассыпает кости человекоугодников и Бог уничижит их. Салом 52.6 Что скажут о мне в свете, говоришь ты? А не думаешь о том, что скажут о тебе праведники Божьи, которые имеют право судить самый мир? Узрят праведники, вас смеются и скажут, вот человек, который не полагал в Боге помощника себе. Салом 51.8 Вот что скажут о тебе они, и какая-то грозная правда в устах их. Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным. Григорий Богослов. Мир должен быть бы оказывать всевозможную любовь и уважение благочестивым людям, потому что ради их Бог то сокращает злые дни на земле, то не спасывает те благословения свои, которых иначе она и не получила бы. Но на деле оказывается совершенно противное. Матфея 24, 22, Диане 27, 24. Оставляет и человек мир, оставляет и его мир, гонит. Нет благочестивой души в мире всем истинного дома и отечества, но везде изгнание и ссылка. сквозь бурю злословия и клеветы, которую почти всегда злой мир поднимает на своих нелюбимцев. Нужно пробегать так же спокойно, как спокойно солнце и луна совершают свое течение на небе, когда собаки лают на них из земли. Есть порицание, заслужить которое более лестно, нежели удостоиться иной похвалы. Таковы именно порицание от мира за осталость и удаление от его обычаев, за всецелое последование Христу. Кого мир ненавидит, того Бог любит. Лучше и несравненно лучше от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира. Пусть меня весь мир ненавидит, когда хочет, и делает мне, что хочет, только бы Бог один любил меня и в милости своей содержал. Мир лукавый, ты меня ненавидишь, пусть будет так. Но если я подпал твоему гневу единственно за правоту мою перед Богом, то поноси, изгоняй и озлобляй меня сколько хочешь. Я готов страдать с Господом Иисусом в том мое блаженство. Вот с какими чувствами последователь Христов принимает злострадание от мира. Кому приятен Христос, тому ненавистен мир. Когда человек утратит сочувствие к миру, мир утратит влияние на человека. Презри мир сельс, прелести его, и возлюби единого Бога и вечный в жизнь, и будешь жить в мире, как лод в Содоме невредим. Соблазны мира сильны не сами собой, но наши произвольные слабости. Когда птица высоко парит в воздухе, их не поймаешь сетью, так и тебя не уловят сети страстей и соблазнов, когда ты взираешь на горнее. Кто взошел на вершину горы, тому город и стены его представляются в малом виде, а люди ходящие по земле кажутся муравьями. Так и тебе все земное покажется ничего не значащей малостью, если ты вознесешься на высоту любомудрие, златоусте. В этом мире нужно жить так, как бы мы были духом на небе, а телом в могиле. Мир не руководитель, которого последовать, но враг, которого побеждает даже чадом Божиим. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. 1 Иоанна 5.4 Не любите мира не того, что в мире. Кто вдруг мир этот враг Богу? Любовь мира всего отлучает от любви Божьей. Слишком много чести для мира, если ты уступишь ему и некоторую часть своих расположений. Стать другом настоящего века значит тоже, что стать врагом Божьим. Кто ищет угодить миру, тот не может угодить Богу. Никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира, Исаак Серин. Удалиться от мира не то значит, что бежать от семейства или от общества, а оставить нравы, обучаи, правила, привычки, требования, совершенно противоположные Духу Христову, принятому и зреющему в нас. Как никто не спасает, никого не спасает одно внешнее пребывание в пустыне, так и не погубляет никого внешнее жительство в мире. Не место спасает человека, а произволение. Адам правотец наш и в раю пал, а вот праведный и в Содоме себя сохранил и в Северном. Случалось, что многие теряли совершенство в пустыне, как она неблагоприятна для спасения, а между тем, как другие, сохраняли его, живя в миру. Вот погубил в пустыне то целомудрие, какое он сохранял, живя в развращенном городе. Будь дружен со всеми людьми, а мысли в своей пребывай один. Только тот истинно уединен, кто уединен сам в себе. Удалившийся в пустыне не должен сожалеть о мире им оставленном, а призванный жить в мире не должен говорить, что здесь невозможно спастись. Как ночь не погашает звезд на небе, так нечестие мира не затмевает умов верных, утверждающихся на тверде Слова Божия. Блажен на тверде не ночь и Сохранение себя чистым и непорочным среди постоянных искушений и соблазнов по греху имеет такую же заслугу в очах Божьих, как и подвижническая жизнь пустынника. Тем более, что добрый пример в мире особенно влияет на живущих в мире. Как соль действует на улучшение вкуса тех смезей, к коим она примешивается, так благочестие христианина действует на улучшение нравов тех людей, с которыми он обращается. 14. Монашество. И земли имени моего ради, сказал Господь, сто крат получит и жизнь вечную наследует. 15. Кто измерян сотворил когда-нибудь чудеса? Кто воскресил мертвых? Кто изгнал бесов? Никто. Все это победные почести иноков. И мир не может вместить он их. 15. И если бы мог, то к чему было бы и монашество, и удаление из мира? 16. Прочие добродетели, по мнению Авы Дорофея, будучи исполняемы по долгу, имеют значение только дания, которые необходимо должны давать все, как подданные в государство, царю. 16. А монашеское послушание, нестяжательность и девство, как добродетели, совершаемое по доброму произволению, имеют значение драгоценных даров, приносимых Богу из одной любви, подобно тому, как в государстве знаменитые люди, кроме дания, приносят царю и дары, и зато удостаивается богатых наград, великой чести и чинов. 17. Кто ради Бога обнищает, тот обретает неосхудевающее сокровище, Исаак Силен. 18. Насколько человек отсекает от себя утешение мира сего, настолько сподобляется радости Божией во Святом Духе. 19. И живя в мире, можно быть не от мира сего, но среди забот и молвы житейской, среди постоянных искушений, столкновений со грехом, можно ли, надеется, достигнуть такого нравственного совершенства, такой святости в добродетелю, 20. Какие обещает, и в обилии представляет тихая, уединенная жизнь монашества вдали, в стороне от мира и суеты его. 21. Чем дальше от мира, тем ближе к Богу. 22. Бегающий людей похож на зрелую виноградную лозу, обращающийся с ними на незрелый виноград. 23. Кто живет в пустыне и безмолвии, тот свободнее от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. 24. А одно только у него искушение – искушение сердца. 25. Святой Антонио Великое. 26. Между монашеской и мирской жизнью такое же различие, какое между пристанью и морем, непрестанно колеблемым ветрами. 26. Святой Златоуст. 27. Важность монашества со всеми его плодами строго уславливается верным исполнением обетов его. 27. Спортивного случая монах будет только поруганием монашества, на соблазн мирянам и на свою погибель. 28. Чтобы достигнуть цели истинного монашества, нравственного усовершенствования себя и теснейшего соединения с Богом, источником святости и блаженства, 28. Необходимо принимающему на себя монашеский чин знать и выполнять те особенные правила своего внутреннего и внешнего поведения, 29. Какие требует этот ангельский, как ни без значения он называется, чин. 29. Иначе можно жить в стенах монастыря, вне шума и суеты мира, носить одеяние и звание монаха, но по душе быть ниже мирянина. 30. Каждый да искушает себя, а потом уже от хлеба, жития иноческого, который с горьким зельем, да яс, и от чаши сей, которая со слезами да пьет, да несут себе воинствует. 31. Иоанн Лесточник. 32. Лучше уже и не полагать начало отречения от мира, нежели после холодно исполнять его и подвергать себе большей опасности. 33. Лучше не давать обета, нежели давший обет не исполнить его. 34. Не все живущие в монастырях монахи, но тот монах, кто исполняет дело монашеское. 35. Из мудрости и мудрости, из хитрости и хитрости монашеская жизнь. 36. У инока все должно быть иное. 37. У инока ум, чувство, правило все иное, чем у живущих в мире. 38. Безмолвие его услождения, молитва духовное созерцание, слава Божия пища души его. 39. Слочайшая беседа с Богом. 39. Храм – единственное прибежище. 40. Ограда обители – предел, далее которого для него ничего более не существует. 41. Его мир – вечность. 41. Там его сокровище, там его и сердце. 41. С живущими на земле единственная связь – теплая, а не их молитва. 42. Вот что иноческая жизнь. 42. Для истинного монаха не существует никто и ничто на земле. 43. Его радость и наслаждение – непрестанная молитва. 44. Он любит всех людей, но скучает с ними, потому что они отлучают от Бога. 45. У монаха одна забота, одно крайнее желание – Богу угождение и Богу делание. 46. Когда Яна Лестесника спросили, кто верный и благоразумный монах, 47. Он отвечал, тот, кто ежедневно до конца жизни не перестает прилагать огонь к огню, 47. Пламень к пламени, желание – желание, упражнение – упражнение. 47. Монах – тот, у кого так устроено внутреннее, что только и есть Бог, да Он исчезающий в Боге. 48. Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни в состоянии бесплотных. 49. Хотящий быть истинным монахом, должен иметь крайнее нестижание, изыскивать, как бы обойтись и без необходимого. 49. Нищета, скорбь, теснота и пост – вот работные орудия монашеской жизни. 50. Монах тот, кто во всем делает себе принуждение. 50. Пророк Даниил сказал о себе «Хлеба возделенного я не ел 10-3». 51. Монаховское жительство требует непременно отвержения всех плотских наслаждений. При них оно состояться не может. 52. Монах не должен допускать себе, чтобы совесть обвиняла его в чем-либо. 53. Монах, не родящий о своем спасении, есть ругатель Божий. 54. Лучше бы монаху согнить во чреве матери своей, когда он не попечется о своем звании. 55. Монашество, как и самое слово, показывает, есть одиночество, беседа с самим собой и с Богом. 56. Следовательно, и нарушение без нужды этого одиночества было бы нарушением обета и звания монашества. 56. Потому богомудрые руководители и наставники монашеского жития особенно настаивают и убеждают принявших монашеский чин. 57. Сохранять себя в уединении, показывая, с одной стороны, благие плоды этого уединения, а с другой худые последствия от его нарушения. 57. Будь не только одеянием, но и вещью, и делом монах, то есть уединенный. 58. Монах должен жить один, а другой с ним Господь. 59. Одиночество на земле ведет в общество небесное. 59. Кто отвлекает себя от земных и друзей, тому приближается Бог со святыми ангелами. 60. Ничем так часто человек не грешит, как языком, а в уединении избегает всего греха. 60. В уединении не знает празднословия, за которое следует ответ дать в день судный. 61. В уединении тишине, а не в народе и молве, родятся добрые и небесные мысли. 62. Прибывай в той келии твоей, и келия тебя научит всему. 63. Насколько человек удаляется от сообращения с человеками, настолько сподобляется свободного доступа к Богу в уме своем. 63. Как в тихой и чистой воде удобнее солнце видится, нежели в возмущенной и волнующейся, так вечное и духовное солнце Бог удобнее в тишине и покое верою и умным оком познается, нежели в беспокойстве и людской молве. 64. Человек, познавший сладость келии, убегает к ближнего, хотя любит и почитает его. 64. Ава Марк сказал Аве Арсении, для чего ты бегаешь от нас? 65. Старец отвечал ему, Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. 65. На небе тысячи мириады имеют одну волю, а у человека воли различны. 66. Урегионное пребывание собирает духовное сокровище, а от луська куда-либо расточает. 66. Их отмечает.